Более 460 региональных, межмуниципальных и местных дорог планируется отремонтировать в Тверской области в текущем году. На заседании регионального правительства рассмотрели итоги работ на этом направлении и поставили задачи на ближайший период. О том, какие шоссе будут отремонтированы, расскажет Наталья Чекин. Начиная с 2018 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тверской области отремонтировано 2800 километров региональных и межмуниципальных дорог. Сейчас в нормативное состояние переведено почти 83% опорной сети региона. Всего в нее входит 1008 километров трасс. По этому показателю регион вошел в пятерку лидеров ЦФО. Эксперты, присутствующие на заседании правительства, отметили масштабность проведения дорожных работ в Верхней Волжье. Тот процент нормативного состояния, который сейчас есть, он внушает доверие и вы являетесь одним из лидеров вообще и в ЦФО, и в стране в целом. Глобальность программы, которая сейчас уже реализуется, поставлена именно в области, должна привести к качеству всей дорожной сети области в целом. В этом году в регионе продолжится строительство крупных инфраструктурных объектов, таких как Западный мост, Твери, транспортная хорда между федеральными трассами М10, М9 и М11. Запланированы работы по трассам в Твери на Санкт-Петербург и Кимры, а также въезд в Оржев. Продолжатся работы на 16 переходящих объектах. В программу ремонта региональных дорог включены 22 новые позиции. Будет продолжена работа по приведению в порядок дворовых территорий. Эта работа должна делаться меньшими компаниями. Как раз очень хорошее место для развития малого и среднего бизнеса, кто хотел бы участвовать в программе дорожных работ, но очень синхронно с коммунальщиками, чтобы те проводились работы, которые направлены к подготовке к отопительному сезону. И, конечно, не допускать случаев, когда отремонтированный двор приходит перекапывать. Сначала коммуникации проверяют, и дальше уже средний и малый бизнес должен государственной поддержкой расширять ремонт дворовых территорий. В выполнении качественного ремонта необходимы квалифицированные кадры. Об этом говорили на заседании регионального правительства. Сейчас наиболее востребованы машинисты асфальтаукладчиков, бульдозеристы, грейдеристы и многие другие специалисты дорожной сферы. Кадровый вопрос здесь очень важен. Подготовка специалистов. У нас занимаются Кашинский колледж, Калязинский механик. Постоянно мы налетно берем ребят на практику. С технологическим колледжем работаем, с МАДИ работаем по специалистам. Привлекаем студенческие отряды, которые по специальности. Например, в поселке построено много у нас жилья для специалистов. Также на заседании поставлены задачи по обеспечению ограничения движения тяжелого грузового транспорта в весенний период для сохранности дорог, включая уже отремонтированные. Принято решение восстановить эту программу сезонного ограничения движения большегрузного транспорта по территории населенных пунктов и по проселочным дорогам. Именно в период март-апрель до начала мая вторая часть этой работы заключается в том, чтобы сами переводчики соблюдали режим нагрузки на ось. При выполнении дорожных работ внимание будет уделено приведению в нормативное состояние дорог, улиц, мостовых сооружений в муниципалитетах. Программу на местной сети вошло более 400 объектов. Игорь Руденя подчеркнул, что работы на всех объектах текущего года необходимо начать сразу же после установления стабильной благоприятной погоды и завершить до наступления холодов. При этом объекты возле учреждения образования должны быть отремонтированы до начала учебного года.